Светлана, расскажи, пожалуйста, как можно управлять реальностью с помощью оргазма? Оргазм — это огромное божественное топливо в теле каждой из нас и вообще каждого из нас, на самом деле это касается и мужчины и женщины. И когда твое сознание умеет управлять уже историей с оргазмом, когда ты умеешь управлять длительностью, когда ты владеешь, ты поднимаешься над инстинктом, ты растешь своей осознанностью, ты выходишь на новый эволюционный уровень, который называется сознание творца. И всего лишь с помощью управления оргазмом можно достигать вот таких вот очень быстрых, очень четких эффектов по смене внешней картинки, по прокачке даже своих проектов, как бы там ни было, целей и очень быстро достигать изменения реальности. Саму технологию я объясняю, все-таки, конечно же, на курсе, но это работает. И если, допустим, на какой-то результат раньше надо было много-много времени, нужно было накопить энергию, все-таки каждая реализация, любая материя обеспечена нашей энергией. Так вот, я подхожу к этой системе так, что мы не выбрасываем оргазм снаружи, мы не делаем сброс энергетический, нет. Мы учимся им управлять, мы учимся владеть этой силой в нас и направлять туда, куда нам нужно, в ту сферу жизни, которую действительно нужно прокачать. А как это происходит? Как это можно объяснить? Что значит управлять оргазмом в своей жизни? Объяснить для головы весь механизм я объясняю на протяжении 20 уроков, так как я дроблю каждые маленькие познания, каждые маленькие шажочки для того, чтобы даже ребенку, то есть для того, чтобы абсолютно любому человеку было понятно, как это работать. Я сейчас могу просто обобщить, что, допустим, любая цель, любая материя обеспечивается нашей энергией, нашими ресурсами. Ты берешь, ты забираешь то топливо, которое есть в оргазме, ты соприкасаешься, берешь божественный план и соединяешь, скажем, с той точкой, в которую ты хочешь попасть. Вот так, с помощью этой энергии, как будто мы запускаем ракету от пункта А до пункта Б. Вот у ракеты есть топливо. Топливо — это энергия оргазма, это божественное топливо в нас, у нас автонный реактор в каждом из нас. И вот по отсекам мы сначала учимся подниматься, все по этапам, мы учимся, как подниматься по отсекам, и уже потом мы от пункта А до пункта Б отправляемся на этом топливо. Само управление делается с помощью каких-то техник, практик, или это просто кем-то делает с помощью мыслей, визуализации? Задействуется целый спектр. Ты воспринимаешь мир через множество каналов. Слух, зрение, осязание, обоняние. Да, у тебя кожа твоя что-то чувствует, твое сознание воспринимает. И когда мы начинаем сотворять реальность, мы задействуем все эти каналы целиком и полностью. Далее мы исследуем сознание. Твое сознание не зафиксировано в твоей голове по центру, так как оно воспринимается, так как существуют глаза. Глаза смотрят фронтально на мир, и кажется, что центр восприятия находится вот здесь. На самом деле сознание не фиксировано в голове, да, и мы учимся, тренируемся, как этим сознанием управлять, смещать его из своего физического тела, да, а далее мы смещаем в ту сферу жизни, скажем так, мы смещаем в ту реальность, в которой мы хотим оказаться. Вот так. И это все маленькие, коротенькие упражнения, как это делать. Какими сферами своей жизни можно управлять с помощью оргазма? Творческий поток, который открывается, он не ограничен ничем. Пожалуйста, наоборот, приходит желание творить свою жизнь. Это выход на творческий уровень себя и своей реальности. Это самое интересное. Оргазм всего лишь способ, это средство, это вот наш, скажем так, пропускной билет, да. А далее, как твое творчество развернется, пожалуйста, целый мир огромных возможностей. И вкус приходит от результата. Когда ты получаешь первый результат, ты понимаешь, ой, а почему я для себя хочу так мало? Я же могу еще большую реальность, еще шире заказать, почему бы и нет? Вот так вот. И творчество пробуждается, просыпается от этапа к этапу. Если касается сферы отношений, то прежде всего осознание, да, и все овладение своим собственным и оргазмом, и сознанием дают возможность обрести самого себя целого, целую. И оказаться на свободе, вне зависимости от партнера, есть он или нет. И заходить в отношения уже из состояния свободной, цельной личности, из состояния цельного сознания, осознания, кто я в этом мире. И это будет совершенно новый уровень взаимоотношений с противоположным полом. Если касается финансов, то, конечно же, вообще любая финансовая сфера, это же обеспечено, да, той энергией, которая в тебе находится. Сколько в тебе жизненной, сексуальной энергии. Если ты раскрываешь одно, автоматически к тебе начинают перетягиваться возможности какие-то, приходить из мира предложения и раскрываться индивидуальность. Так происходит, если мы постоянно в энергии, когда мы постоянно правильно ее используем, мы меняемся, личность меняется. И самое важное, мы уходим из сознания страдания, мы уходим от эгрегориальных игр, мы уходим из матричной фиксированности, вот этой шаблонности. Мы наконец-то оказываемся на свободе и мы начинаем выбирать осознанно, а кто я, а что я на самом деле хочу, где моя энергия жизни, сексуальности, да, где мой оргазм во внешнем мире случается, когда я с кем и с чем взаимодействую. И себя истинных мы слышим, когда мы выходим на свободу. Ты бы могла, пожалуйста, поделиться какими-то основными простыми действиями, которые наши зрители могут делать уже сегодня для того, чтобы почувствовать то, о чем ты говоришь? Я бы предложила сделать анализ своей собственной жизни, судьбы и понять, о какой свой собственный голос, а где моя собственная индивидуальность и в какой сфере лежит предназначение. Так как это не что-то отдельное от нас, это самое для нас естественное. И вот на эту дорожку, на свою индивидуальность у нас встроенная в тело система, которая указывает, что да-да-да, тебе туда. Когда вы движетесь в этом направлении, там открывается энергия, приходит энергия, её приходит достаточно много, мурашки по телу, поток по телу. Второе, то, что у нас встроено в нас, как у людей, распознавание собственного пути, это состояние радости, при том радости душевной, радости не эмоциональной, а душевной. Это два разных, они такие тоненькие состояния. Когда душа радуется, у нас кажется, что внутри всё расширяется, у нас приходит тепло, у нас приходит такая гармония внутрь. Вот это оно. И написать на бумаге, а когда что же я делаю, да, вот в моей судьбе, в моей жизни, и ко мне приходит радость, подъём, приток энергии, и душа моя расправляет крылья. И составить список хотя бы из пяти дел, и ещё отрезочки по времени, по возрасту взять, допустим, по 10 лет своей жизни, разделить как-то примерно, да, и посмотреть, как оно переходит из одного десятилетия в другое. И вы поймёте про самих себя в течение вечера очень многое. Сколько нужно ждать, чтобы что-то начало происходить в твоей жизни и уже меняться? Я за то, чтобы действовать, а не ждать. Потому что энергия ожидания, она нулевая, она обнуляет. Ты как будто бы ждёшь, когда из внешнего мира что-то произойдёт, и вот тогда во мне произойдут какие-то перемены. Нет, как раз наоборот, когда внутри произойдут качественные перемены, картинка внешнего мира поменяется. Я отношусь к тем людям, которые действуют, я тотально погружаюсь в какие-то системы, изучая их, и в этом я вижу познание нового материала. Как скоро будет заметен результат, если сделать те упражнения, которые ты посоветовала ранее? Я думаю, достаточно одного вечера для того, чтобы познать, осознать себя, если это касается вот этого упражнения. Достаточно часов, быть может двух, но провести их в уединении и в действительном самоанализе. А твоя личная трансформация, как долго она проходит? Всегда. Личная трансформация, она всегда, эволюция, она всегда происходит, всегда есть какие-то новые творческие открытия. Существуют новые понимания себя, и в этом само удивление вот этой жизни как раз обнаруживать себя новой каждое утро и вновь что-то с собой, со своей реальностью сотворять. Это не фиксация, это не что-то жёсткое, фиксированное. И в этом сам, ну вообще сам дар жизни, он в этом, я вижу, то, что каждый день новый. Я благодарю тебя за то, что поделилась своими ценными знаниями. Я думаю, нашим зрителям это будет очень полезно. Да, я надеюсь на это. Меня зовут Светлана Гьята. Я приглашаю на курс Йони гимнастики. Этот курс создан специально для тебя и содержит практики по тантре и даосским женским практикам, которые открывают твою сексуальность, твою оргазмичность, которые пробуждают твоё тело и жизненную энергию в нём, которые обучают тебя, как уметь использовать и управлять сексуальной энергией. Присоединяйся к нашему удивительному курсу. Присоединяйся к нашему удивительному курсу.